Первое – это выстраивать последовательность выбранных действий. Здесь мы предлагаем вам вот такой вариант. Необходимо будет прочитать задание, назвать из какой сказки данное предложение и восстановить последовательность предложений. Злата Мордашова – выпускница Бражинской школы. Сегодня студентка Каннского педагогического колледжа. Профессию учителя девушка выбрала не случайно, а пошла по стопам родителей, бабушек и дедушек. Ее студенческая жизнь складывается более чем успешно. Она показывает отличные результаты в учебе и в жизни колледжа. Так, например, благодаря своим стараниям получила краевую стипендию имени первого губернатора Енисейской губернии Степанова за успехи в области обществознания и гуманитарных наук. С первого курса я стала принимать участие во всех мероприятиях, которые только можно было. Это викторины и разные эссе писала, и принимала участие в конференциях. Все эти конкурсы я собирала сертификаты, диплом, благодарственные письма, также ходила на практику, и почти со всех организаций Каннска я получила благодарственные письма. Их я вкладывала, и в апреле месяце мы собирали документы и отправили все это на стипендию. Как видите, результат. Это не все успехи студентки. С 22 по 25 октября в Уфе прошел третий всероссийский конкурс «Студент года педагоги», где собрались 100 студентов педагогических специальностей из 46 регионов России. В этом конкурсе Злата стала лауреатом в номинации «Педагог начального образования». Я увидела другой взгляд на мир и послушала о разных интересных проектах, в которых можно еще поучаствовать. А также я получила очень большой опыт, на самом деле, и практику публичных выступлений, а также готовность к непредсказуемости в ситуациях разных. Было четыре конкурсных задания. Первое – это самопрезентация, где нужно было рассказать о себе. Второе – это был конкурс «Открытый урок». Нужно было показать урок в течение 20 минут. Также нужно было представить разговоры о важном проекте этого мероприятия. И завершающее было – это решение кейсов. Вначале это было очень большое волнение. Я первый раз, потому что в подобном участвую. И когда это выходит перед экспертами и всеми конкурсантами, это волнение. От Красноярского края на конкурс приехали пять студентов, в их числе и Злата. Именно в номинации «Педагог начального образования» приняли участие 24 человека. Второе место досталось нашей землячке. В поездке Злату Мордашову сопровождала педагог колледжа. Она рассказала, девушка держалась стойко, несмотря на волнение. Злата, конечно, конкурировала с сильнейшими участниками. Она достойно выступала, принимала какие-то сложности, которые ей подбрасывал день. То есть это было волнительно для нее, но она достойно выдержала. И результат достойный. У нее второе место. Злата Мордашова твердо решила посвятить свою жизнь профессии учителя. Девушка стремится окончить колледж с красным дипломом, а далее получить уже высшее педагогическое образование и делиться своими знаниями с учениками. Кристина Куш, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.